так а теперь будут те три самые типа задающих вопросы больше проблема со шрифтами не в том что кто-то выберет какой-нибудь монотайп курсива в том что выберете шрифт а потом на том компьютере где будет презентация так же не будет квадратик есть такие проблемы но на самом деле есть куча шрифтов которые в принципе распространены там потом интернету и так далее но например стандартный пакет windows они не входят вот но они приколь причем довольно классные поэтому очень хорошо использовать pdf потому что ну pdf безразличные шрифты вы сохранили презентацию в pdf и но шрифты остались ну а не в растре они уже как-то ну нет не текст и поэтому вы можете сохранить все самые красивенькие шрифты и они везде откроются хорошо шрифт не должен иметь большую смысловую нагрузку чем текст да именно вот это очень метко спасибо вот например вот этот шрифт он не входит стандартный пакет не windows вроде не мак они не linux а но вот я его скачал запилил pdf и он везде откроется хорошо потому что это но теперь просто не текст как картинка по поводу взаимодействия с аудиторией считаете ли вы полезным находиться среди аудитории то есть вы рассказываете о том что вы видите ну в принципе это все зависит от формата выступления как правило то есть но все упирается там в то какие цели вы преследуете какой-то формат если вы там на самом деле это не всегда очень хорошо потому что там тем кто сидит перед вами и там может быть не слышно или может хоть захотеться что-то увидите вы там что-то прожестикулируете и им нужно будет оборачиваться ради этого но с другой стороны можно просто сделать выступление в котором вам не нужно жестикулировать или там еще что то но тут все довольно как бы скользко но я бы сказал наверное что лучше когда вы перед аудиторией все вас видят налажен зрительный контакт люди но сфокусированы на вас слушают вас вот и все такое спасибо за это и такой еще вопрос насколько вы считаете нужно готовиться ну то есть полнейший экспромт считается за выступление ну все зависит от вашего как бы бэкграунда если вы хорошо выступаете в целом то вам ну вы можете хорошо симпровизировать если вы иногда плохо выступаете с подготовкой то нужно готовиться стоит однозначно если презентация имеет для вас какой-то смысл но в принципе если для вас там выступление не сыграть какой-то роли провалитесь вы на нем или нет это как бы дело десятое вот если что-то важное там то вы там можете себе ну то готовится нужно но если выступать хорошо иногда можно там где-то сложать потому что вы знаете что вы хороши можете классно симпровизировать спасибо еще за это да еще один вопрос может что ты захочешь задать еще вопрос пока я да ты что это на сколько смысловой нагрузки может брать презентация на себя во всем выступлении тут сложно ответить потому что у нас нет как бы мы не можем измерить смысловую нагрузку там каким-то числом там или еще чем-то ну тут можно ответить в другой немного формате вот например можно говорить о времени сколько вы пытаетесь людям что-то донести вот как правило когда вы кого-то слушаете вы начинаете как бы приунывать минуте эдак на 20 если ну презентация вот но не суперская если вы там не меняете какие-то виды деятельности если спикер там не супер яркий то вот реально но хочется поспать уже минуте на 20 и это связано с тем что человеческий цикл внимания он вот именно 20 минут то есть вывод можете сфокусироваться на чем-то вот 20 минут вот идеально потом уже ваша способность концентрироваться заметно падает и поэтому рекомендуется вот в выступлении выступление делить на такие вот отрезки по 20 минут и между вот этими отрезками либо как-то взаимоподдерживать взаимодействие с аудитории чтобы у них там какой-то контент другой был там знаете многие спикеры любят там устроить физкульт минутку там посреди выступления дико раздражает как бы но реально работает люди потом садятся и слушают дальше вот или вы там можете сделать перерыв вот какие если бы мы проводили 15 на 4 без перерывов вы бы реально ну уже сейчас бы приуныли вот но поэтому поэтому они есть спасибо лично ваши отношения кофе-брейкам во время выступления во время одного выступления там если выступление ну реально больше 20 минут то почему нет это хорошо спасибо спасибо может у кого-то еще вопросы обычно рассказывают что 20 минут внимания обычно у детей дошкольного возраста да поэтому в первом классе уроки длятся 30 минут чтобы не сильно у меня в первом классе 45 минут было сейчас ну возможно я не использовал мог я мог ошибиться как бы я не биолог я где-то ну то есть я вскользь об этом читал в одной из книг мог могу ошибаться конечно но 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 заметьте что мы действительно вы начинаете как бы скучать минуте на 20 то есть есть определенная какая-то еще что-то честно говоря нет я не рассчитывал но я постарался максимально хорошо из этого выйти мне правда не ну я надеялся что будет лучше окей двери открыты спасибо всем за вечер